То, что дар может быть имитирован, мы можем его подделать. И также враг, сатана, он может дубликовать так. Но плод, особенно плод Духа, невозможно его подделать. Вы не можете сделать дубликат любви. Она истинна или не истинна. И с этим мы с вами в разуме давайте будем двигаться вперед. Дары пророчества, они вдохновляющие или голосовые. Но также, как вы можете его рассматривать, как говорил также Павел вчера, что это дар откровения. Я использую слово «вдохновляющий», потому что дар, он вдохновляемый тем Духом, который работает в вас. И пророчество, оно не касается только событий в будущем. Когда мы смотрим в Танах, слово пророчество, это говорит то, что слово, живое слово Бога. И когда мы используем это слово, соответственно, в Писании Нового Завета, также оно ассоциируется и с Танахом. Оно было дано для определения, для назидания и увещевания Божьего народа. Это правда и истина для обоих заветных взаимоотношений. Заветных отношений в Танахе и заветных отношений в Новом Завете. И то, что оно также делает, оно приводит свет в тайные желания сердца. В первом царстве, в двенадцатой главе, в первом стихе, у нас есть история Нафана и Давида. Я хочу объяснить вам кое-что здесь. Нафан назван сирой. Он прорисатель, он вид пророка. Как мы уже видели ранее, что есть разные виды пророков. Разные функции. Но Нафан был частью совета Давида. Он был советником царя. Очень важная позиция. Но также он был очень близким к другу Давида. Он также был вовлечен в пророчество. Итак, мы видим здесь три разные вещи. А он советник по своей, он также друг, но также он был пророком. И эти элементы, они также важны, если мы хотим действовать в пророческом даре, внутри общины. Как друг, Нафан подошел к Давиду, после инцидента с Герсалией. А Давид пытался спрятать свой грех. Но настолько, потому что он был настолько важен в царстве и для Бога. Бог послал Нафана к нему. Во всех его троих функциях. Советник, друг и пророк. Это то, как он пришел к Давиду. И в нашей практической работе, в пророчестве, как я уже сказал, эти элементы, они важны. И что же он сказал Давиду? Бог открыл Нафану, что сделал Давид. Откровение. Или слово знания. Вы также можете это назвать так. Бог дал это ему. И Он дал ему слово для Давида. И мы видим, насколько Бог может быть здесь... Давид, ты плохой мальчик. Ты сделал что-то очень плохое. Очень злое. Когда Бог открывает вам что-то, спрашивая его, как? Как я могу это принести, открыть? И что же сделал Нафан? Он пришел к нему и сказал, что было два человека в одном городе. Один был богатый, а один был бедный. И основную часть истории вы, возможно, знаете. Но он пришел к Давиду и рассказал ему историю. Очень странный путь приношения пророческого слова. Мы обычно не думаем, чтобы сделать это таким образом. Но он пришел таким образом, потому что знал, что так он достигнет Давида. По вдохновению от Бога. И он рассказал ему всю историю. И Давид очень сильно разозлился на богатого человека. Который украл единственного ягненка этого бедного человека. И Давид сказал, что этот человек должен быть наказан. И Давид был опречен в своем грехе. Исповедовал его и покаялся. И это так, как Бог использует пророческое слово. Я не знаю, думали ли вы когда-то об этом так. Но у Бога есть удивительный путь, чтобы приносить истины во свет. И, как я уже сказал, приношение во свет тайные желания сердца. И это часть служения пророчества служения. Если вы хотите действовать в этом даре, вам нужно изучить и получить эти уроки. и тема пророчества, которую Павел сразу же говорит о нем, не только в Ефесянам 4.11, и также в отрывках, как 1 Коринфянам 12.28. И вам нужно записывать эти местописания, потому что они важны. Некоторые из них мы прочитаем позже. А также в Ефесянам 2.2. И все эти местописания говорят о работе пророчества внутри общины. И как это действует практически. Эти все местописания не показывают нам, что Павел относится к пророчественному служению как очень значимому. И это очень ясно важно, чтобы мы понимали, что это такое. И как этот дар должен действовать в общине сегодня. Вначале, скорее всего, нам нужно рассмотреть значение слова пророчества. На английском слово пророка касается того, кто рассказывает о будущем. Это отображает греческое слово профеме. Я не буду слишком техническим в этом, потому что я понимаю, что не в этом цели. Но есть некоторые вещи, которые нам нужно понимать. Это слово на греческом профеме состоит из двух слов. Одно из них означает «перед». И другое означает «перед». Я говорю следующее. Поэтому одно из значений слова «пророк» это тот, кто говорит о том, что должно произойти. Однако, но мы видим, что в Писании это не единственный путь, когда какое-то слово «пророк» используется. В обоих и от заветных отношениях это также может означать «от того членка, который говорит от имени другого». И хороший пример этого мы можем найти в исход 7 глава с 1 по 2 стих. Исход 7 глава с 1 по 2 стих. Но Господь сказал Моисею, «Смотри, я поставил тебя Богом фараон, а Аарон, брат мой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат мой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израиля из земли своей». Аарон назвал Моисеем потому, что он будет говорить о его имени. Одно из значений слова «пророк» в Писании это тот, кто говорит от имени другого. И поэтому пророк — это тот, кто говорит слово Бога, которое было дано им для ободрения, для исправления, чтобы помогать им расти. Есть много причин, но это принятие, то, что Бог дает вам. И как мы так же слышали вчера, это не делает вас более духовным. Вы говорите просто то, что Бог сказал вам передать, сказать. Делайте это просто. И это то, что нам нужно по-настоящему понимать. Это также держит нас в смирении, потому что очень легко стать гордым. И пророчество — это также то, что растет, в чем можно расти. мы можем расти в нашем понимании пророчества. Когда мы действуем в этом даре, мы тогда передаем то, что Бог сказал. И это самое основное значение слова пророка, которое используется в Писании. Естественно, потому что Бог знает все. Он также может нам говорить то, что касается будущего. Но каждый дар, все, что вы делаете, в связи с вашей жизнью как верующего в контексте общины, вы слуги. это то, что вам нужно помнить. Каждое служение или каждый дар — это дар слуги или служение слуги. когда мы исследуем пророчества в Новом Завете и в Танахе, мы должны всегда помнить, что слово имеет два значения или два основных значения. это тот, кто проразглашает истину Божию. А следующее — это тот, кто предсказатель, тот, кто предсказывает будущее. На самом деле, это неправильное понимание. Это речь не идет о предсказаниях. Это уже когда вы говорите то, что Бог уже сказал. «Нам нужно понимать природу так». В 1 Користина 14, 1 Палин говорит, что нам нужна ревностность желать духовных даров. И потом он говорит, особенно дар пророчества, потому что тот, кто действует или говорит в этом даре, у него есть возможность иметь потрясающий эффект на тело Мессии. В том же главе, в 3-4 стихе, Павел говорит следующее. «Кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение». Поэтому в Новом Заветном Писании или в Новом Заветном Значении это основная цель пророческого дара. Не говорить людям о будущем, это не основная цель дара. Основная цель дара, если вы хотите действовать в нем, если вы назидание, увещание и утешение. Пожалуйста, помните об этом. Очень важно, чтобы на практике у нас были эти возможности. Если вы служите в молитвенном, или вы просто общаетесь с людьми, это то, что Бог может дать вам, даст слово, которое будет кому-то в назидании для ободрения их или утешения. И когда я молюсь о людях, то это то, о чем я его спрашиваю. Что ты хочешь им сказать? Не то, о чем я думал. Не то, что я знаю. В контексте вашей общины вы знаете людей. Очень часто вы знаете многое о них. И поэтому очень легко пойти и слушать свое собственное мнение. Но нам нужно научиться спрашивать Бога, что ты хочешь сказать этому человеку. И как мы смотрим в Писание, мы видим, что Он даст не то, что будет им обличать прямо в лицо. Это не для того, чтобы их не свергнуть. Это чтобы их поднять в назидание. И если вы даже знаете что-то о ком-то, постарайтесь это увести в сторону. И позволить Богу говорить вам. Что ты хочешь сказать Богу? Какая твоя цель для этого человека? Но также это не должно быть рассматриваться как определение Павла этого дара. Но оно такое неизвестивание но оно таки дает нам ясное понимание и его откровение об этом даре, природе этого дара. Я знаю, что я повторяю некоторые вещи. Но я считаю, что это очень важно. Мне нравится делать акцент на... Потому что в моем собственном опыте в многих общинях есть очень много неправильного понимания о том, как эта дара должен действовать. Поэтому мы здесь, чтобы укрепиться в Нем, чтобы ободрять их и делать утешение. Так как это дар Духа Святого, Ясное понимание того, что послание приходит от Духа Святого. В 1 Коринфянам 12.4 Речь идет о том, что есть разные дары. Но речь идет о том, что один Дух, который дает, есть один Дух. И нет Духа Пророчества или Духа Знания и так далее. Есть один Дух, который проговаривает все это. К этому мы должны понимать, что это дар сверхъестественный. Это то, что Духа Святого, это то, что Дух будет вдохновлять вас сделать. Понимаете? Вот почему я говорю. Это не ваше мышление. Это не то, что вы знаете. Это то, что Дух может открыть вам. и это то, что будет укреплять и помогать людям. На этом основании мы можем сказать, что дар пророчества – это говорение людям от имени Бога, от вдохновения Духа Святого, для утверждения, ободрения, утешения и для назидания общины. А община – это тело Мессии. Это означает, что простое пророчество не должно состоять из элементов предсказания или откровения. Но оно очень отличается от просто, когда мы говорим о истинах Божьем. Я хочу раскрыть три момента здесь. У нас здесь пророчества и предсказания, пророчества и откровения, и пророчества и проповедования. Пророчество и предсказания. Как я уже говорил ранее, для многих людей слово «пророчество» оно не означает только предсказание или слово о будущем. И это правда в некоторых аспектах. Многое, что мы видим в Танахе, оно красноречиво предсказывает о будущих событиях, связанных с Господом Ешо, Мессией. И очень интересно заметить, что в Танахе, когда пророчество говорит о будущем, это почти всегда о грядущем пришествии Ешо. Не о чем-то личном, что произойдет с какими-то людьми. Это то, что нам нужно понимать. Но даже в Танахе оно недостаточно предсказательное. Многие пророки, которые есть, мы видим в Танахе, они там для того, чтобы вернуть народ к взаимодействиям отношениям с Богом. Но они были теми, кто говорили о имени Бога. Это была их основная функция. Бог использовал пророческих людей, чтобы возвращать народ в заветные отношения. А когда вы действуете в новозаветном контексте, это также часть пророческого служения в общине. Не отделять людей от Бога. Или отталкивать от них. Но возвращение их в заветные отношения с Отцом. Мы приносим то, что Бог чувствует и то, что Бог говорит. Если мы рассмотрим тексты в новом завете, очень интересно, что 1 Коринфянам 14 глава с 1 по 5 стих говорит нам о том, что нам нужно знать. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Особенность же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит Духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает общину. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при этом будет и изъяснять, чтобы община получила назидание? И Павел в этом тексте не делает упоминания о том предсказании, как часть этого дара. Да, это может происходить. Бог может давать вам что-то. Но как я буду с вами делиться позже, вам нужно быть очень осторожным в этой сфере. Потому что очень просто мы можем прийти к своим собственным идеям и чувствам. Но нам нужно концентрироваться, чтобы быть в очень хороших отношениях с Богом. И если вы хотите действовать в этом даре, тогда это важно, чтобы у вас были хорошие взаимоотношения с Богом. И работать над этими отношениями. Это означает молиться, это означает чтение Писания. Потому что Бог очень часто использует эти местописания, когда вы пророчествуете, когда вы даете Слово, которое приходит от Бога. Когда вы молитесь за кого-то, если у вас есть правильное понимание Его Слова, Он может привести вас к местописанию, и когда вы потом подеетесь этим, за кого вы молитесь. И потом это как бы все поднимается. И приходит понимание. Потому что Бог, Он открывает расу и сердце. И эти две вещи, они очень важны. Ваша молитвенная жизнь и ваше чтение Писания. Вы не сможете действовать правильным образом в пророчественном служении, если вы никак затребуете свое внимание на этих двух вещах. Потому что очень просто вы примете свои собственные мышления. но есть также другие моменты, на которые нам нужно обратить внимание. Нам нужно понимать, когда простой дар пророчества в которой, когда состоит он из идей предсказания или откровения, также вовлечены и другие дары, как слово мудрости или слово знания. И как мы видели ранее, Он дает от себя. И когда мы думаем о действии дара, о действии дарах, есть дары, которые действуют вместе. И каждый дар – это отдельный. И он может быть очень сильным сам по себе. Но очень часто они могут действовать вместе. Поэтому пророчество, слово мудрости и слово знания очень часто действуют вместе. и вы заметите это. И вам нужно понимать, что эти дары даны для того, чтобы мы действовали очень сильным образом. И, как я уже сказал, простой дар пророчества, он не должен состоять с элементом откровения. Потому что, естественно, его цель – это для назидания и ободрения. я хочу дать вам несколько вещей, как слово откровения может быть использовано в связи вместе с пророчеством. и первый вариант – это следующее. Есть смысл в том, что дар – он всегда является формой откровения. когда человек говорит, он открывает духом, что Бог хочет сказать общине или личности. «Номер два». Это слово «откровение» должно рассматриваться, однако, от обычного понимания этого слова. это будет открывать сверхъестественные откровения, инсайд в событиях в прошлом, настоящем или будущем, в которых одно из них будет неосознанно. Как я уже сказал, это сверхъестественное, это не то, что такое естественное, что вы можете сделать своими собственными силами. Наше основание должно быть на духе. И тогда он нам не открывает то, что мы не могли бы узнать своими собственными силами. Важно понимать, что есть сверхъестественное, что есть сверхъестественное да. Он будет говорить вам то, что вы не смогли бы узнать своими собственными силами. И как я говорил так же ранее, хочу привести вам сейчас пример. Если вы действуете в своей общине, действуете в этом да, вы знаете людей. Вы не знаете все о них, но знаете некоторые детали. Это то, что естественно. нам нужно отложить естественное понимание и спрашивать о сверхъестественном понимании. То, что вы видите в естественном, это не всегда то, в чем есть необходимость. Нам нужно смотреть так, как Бог смотрит. Я прихожу очень часто в те общины, где я не был ранее. И у меня нет никакого понимания, кто этот человек или этот, кто они, что они делают. И для меня намного проще действовать таким образом. Потому что я могу спросить, что ты хочешь сказать этому человеку? Я не знаю ничего о нем. И это очень удивительно. После того, как я сказал что-то кому-то, они говорят, от кого ты знаешь, кто тебе сказал? А я говорю, Бог не сказал. Но никто, наверное, естественно, понял. И очень часто это делает большее влияние. И это также вы должны понимать в таком практическом контексте, когда вы действуете в своей общине. Люди не будут вам относиться, возможно, более серьезно, как ко мне, когда я прихожу и с другой общиной. И вы должны быть готовы к этому. Это такие практические вопросы. Но иногда Бог может давать вам то, что вы не могли знать. и это то, что вы должны искать. Искать и говорить, потому что люди потом будут говорить, они не могли знать это. И это может быть то, что Бог говорит ко мне. Но, с другой стороны, мы должны всегда ободрять людей. Спрашивать Бога о слове, которое принесет ободрение и назидание. И мы также должны понимать, что это часть пророческого служения. Потому что очень часто мы это не понимаем. Но Бог, Он действует. Я хотел сказать что-то в самом начале. И я забыл. Как обычно. Но если у вас есть вопросы, чувствуйте себя свободно, чтобы задавать и перебивать. потому что это то, как мы учимся. Если есть что-то, что вы не понимаете, что я вам говорю, чувствуйте себя свободно, чтобы задавать вопросы. Потому что я могу выбрать, где вы находитесь в этом служении, в понимании этого служения. Я хочу сделать, насколько это возможно практически. Но я также хочу вам передать то, чтобы вы имели глубокое основание, как этот дань действует. когда мы смотрим сейчас, как... Тогда у меня вопрос, если, например, я получил, я маюся человечества, я получаю какую-то информацию, которую я в принципе знаю и так тоже. Я думала, что это от Бога, но Вы говорите, что это должно быть что-то сильное и естественное, что я не могу понять, что я не могу знать. В принципе, да, я делаю на этом ударение, потому что нам нужно быть осторожным, потому что мы можем знать что-то. Потом Вам нужно спрашивать Бога, что мне делать с этим? Передавать мне это говорить или не нужно? Иногда Он будет давать это для Вас. Он будет напоминать Вам, что этот человек имеет эти вопросы или что бы это было. А потом Ваше задание – молиться, чтобы Бог помог им. Это важная часть пророчества служения. Но я ведь я понимаю, что по каждой день мне скажет, поговорить с этим человеком, я просто говорю. Я просто хочу молиться, чтобы Бог был. Окей. Первое, Вам таки нужно молиться. Окей? И спрашивать, что мне делать. Бог может сказать Вам, что говорить этому человеку. Но Он может сказать Вам, что не говорить. Окей? Так. Если Он не говорит, что не говорит. Он говорит. You must never say to me, God does not speak to me. Вы не должны не говорить, что Бог никогда не говорит. Вы не говорите. Если Он не говорит, иди и говорите. For example, if He does not speak, that you should go to speak to Him. Then you remain. Тогда Вы просто остаетесь в молитве. Просто остаетесь в молитве. Just keep praying. Это важный вопрос. Это очень хороший вопрос. Важный вопрос. Потому что, когда Бог открывает Вам что-то, это не то, чтобы необходимо сразу поделиться с Ним. Он может быть хочет, чтобы Вы просто молились за Ним. И когда Бог открывает Вам что-то, важный вопрос в том, Бог, что Ты хочешь, чтобы Я сделал с этим? Потому что очень много ран, ущерба было сделано, когда Бог открывал кому-то что-то, и они сразу же начали делать что-то. Потому что это не было Божье время. Я расскажу Вам пример. В общении, где я служил как пастор, в однажды в один день Бог проговорил ко мне. Немного отличается в том, что ты хотел сказать, но я Вам расскажу пример. Когда я молился за одну женщину, и как Павел говорил вчера, Бог говорил вчера, что это очень сложная сфера. В принципе, Вы не проповедите о детьх. Вы не проповедите о детьх. В том случае, вот эти две тела, которые Вы избегаете в пророчестве. В пророчестве. В пророчестве. В пророчестве. Если это возможно. Unless God speaks to you very clearly. Но тогда Вам нужно сделать это очень осторожно. Вы не говорите, что Бог хочет, чтобы Вы жмились на этом человеке, или Бог Вам даст ребенок. Это та сфера, где нужно быть осторожным. Но в одном служении, когда я молился за одну женщину. Я был преисполнен Духом. Но я только задаю вопрос, действительно ли я сделал это, или я сказал это. И эта женщина, она очень хотела иметь ребенка. И они пытались, пытались и пытались. И как только я помолился за нее, это вышло из моих уст. И я сказал, что Бог даст тебе ребенка, и это будет мальчик. И в тот момент, как я это сказал, нет, я не сказал. Мне не нужно было это делать. Но прошло время. Было почти год. И эта женщина подошла ко мне, она была в слезах, она плакала. Он мне говорит, вы сказали, что у меня будет ребенок. Но ничего не произошло. Я чувствовал себя очень плохо. И я говорю, я очень прошу прощения. Просто простите, простите меня. Это то, что не должно было произойти. Девять месяцев спустя, она родила мальчика. Бог испытывал меня так же в тот момент. Буду ли я достаточно смирен чтобы допустить то, что я могу допустить ошибку? Это всегда, это всегда нужно, чтобы вы помнили. Что Бог может дать вам что-то, но ваше время для этого может быть другим. Бог хотел это сделать, но не тогда, как мы думали, что Он это сделал. Но мы должны быть достаточно смиренным, чтобы понимать, что оно не произойдет так, как мы это скажем. И чтобы быть достаточно смиренным, чтобы попросить прощения. Очень часто мы пытаемся себя обезопасить. Но очень важно, чтобы мы в Царстве были честны. И Бог почитает эту честность. Она была очень злая на меня, и она не говорила со мной долгое время. Но после того, как мальчик родился, она подошла ко мне и попросила прощения. Потому что Бог действует по-другому. И это те руки, которые мы изучаем, когда мы растем. Мы использовали уже больше времени, чем нужно. Я прошу прощения. Мы пойдем на перерыв. И вы можете решить, будем ли мы продолжать. Или я вас замучу. И как я сказал в начале, нужно заложить в фундамент, чтобы потом действовать уже практически. Но также я буду делиться своими практическими преперами из моего служения. Окей? Окей.